Любая технология, конечно, имеет свой физический предел. У производителей современных автомобилей осталось не так много места для манёвра. Коробка скоростей с двумя сцеплениями, как один из путей, позволяющих заметно улучшать динамические и скоростные характеристики автомобиля. Компании Volvo Trucks первыми адаптировали эту технологию на серийные грузовые автомобили. Пресс-тесты в ВОЛВО ТРУКС. И мы здесь, в Солен-Спейн, с нашими новыми продуктами. Новый ВОЛВО Ф-Х И-SHIFT, с Dual-Clutch технологией, и также наш флаг-шифт, Ф-Х-16, 750-хп. Мы здесь, чтобы демонстрировать наши новые продукты, к европейским прессаме. Мы имеем 12 треки для тест-драйки, и мы работаем между Малага и Гранада, на тупых хиллайн-секциях. Такое впечатление, как будто... Это как будто едешь на автомобиле с гидромеханической коробкой, то есть гидротрансформатором. Потому что совершенно нет момента переключения, его не чувствуешь. То есть постоянная какая-то тяга. Швед не обманывают. Действительно так. Отсутствует разрыв мощности, и если вот мы как бы в условную диаграмму выстроим, вот эту вот линию крутящего момента, то мы получим такую вот ровную абсолютно полку. Вот мы едем, у нас включен и работает адаптивный круиз-контроль. То есть фактически мне ничего не нужно делать, кроме того, как крутить баран. И следить за дорожной обстановкой. Ну и заодно, были бы возможно любоваться совершенно великолепными окрестностями. Более того, помимо ACC, то есть адаптивного круиз-контроля, эта машина также оснащена так называемой системой IC. То есть это навигационная система. В электронные мозги заложен профиль нашего маршрута. Я имею в виду профиль дороги с его подъемами и с пусками. И система, в зависимости от того, на каком участке дороги мы находимся, она сама включает нужную передачу. То есть то, о чем раньше говорили, что, к сожалению, всем хороший адаптивный круиз-контроль, но машину еще не научили видеть. То есть сейчас можно сказать, что машину видеть научили. И то, что раньше делал водитель сообразно дорожным условиям, переключался вверх или переключался вниз, сейчас и эту функцию можно с него снять. и положиться на систему IC, которая все сделает сама. Когда Volvo выпустила новый флагманский FH, казалось, что лучшего от этого автомобиля ждать уже невозможно. Но оказалось, нет предела совершенства. Недавно появилось на этой серии двойное сцепление Dual Clutch. По сравнению с традиционным сцеплением, оно позволяет переключаться плавно, без рывков, без разрыва потока мощности. Пока вы едете на одной передаче, вторая часть коробки выбирает следующую передачу. И в нужный момент переходит на нужную ступень, без толчков, без рывков, без дискомфорта. Двигатель не захлебывается, не шумит. Такое впечатление, что вы плывете на одной и той же скорости. То есть никакого дискомфорта не происходит. Ну вот я целый день водил Volvo FH и с новым 16-литровым двигателем 750 лошадиных сил. Это самый мощный двигатель для дальнобойных тягачей в Европе. и с двойным сцеплением Dual Clutch с коробкой-роботом i-Shift. Что я хочу сказать. В Volvo FH по-прежнему, он очень классно рулится. Это очень классная машина. Я даже не знаю, какие у меня могут быть к ней претензии, как у водителя. Ну не знаю, может быть там мне немножко не нравится, допустим, форма зеркал. Мне больше привычнее обычные зеркала, да, чем в Вольвовске. Это все мелочи. Зачем Dual Clutch? Его главные преимущества это плохие условия. Это мокрые дороги, это подъемы, это снег, это лед, это лесовозы в грязи. То есть это тяжелые условия, где требуется как можно быстрее переключить передачу без разрыва мощности. Там, где условия плохие, вот это было бы интересно. Редактор субтитров А.Семкин